Тан-тан-тан, один-два. Бас играет очень большую роль, и все любят, когда он звучит плотно и насыщенно. Но во многих жанрах частоты ниже 20, 30, 40 и даже 50 Гц делают больше вреда, чем пользы. Сабниза могут создавать ненужное дребезжание и вибрацию, которая субъективно, а иногда и объективно, на слух может звучать в более верхнем диапазоне, частотном диапазоне. Звук может замыриваться, а также звучать тише, чем хотелось бы. Когда заходит речь об эквалайзерах, то одна из важных вещей, связанных с изменением тембра, это фаза. Или наоборот, изменение фазы влияет на тембр звука. В этом видео я буду говорить только об обрезном фильтре низких частот, так называемый high-pass фильтр. Если вы не знакомы с таким понятием, как фаза, то прежде чем продолжить смотреть, я рекомендую сначала ознакомиться со вторым видео под названием симуляция контрольной комнаты. Если вы начинающий, и то, что я объясняю в этом видео, для вас слишком сложно, то ничего страшного, это больше теоретическая тема, и на практике не так уж актуально, как это может показаться. Хотя я уверен, что многие не согласятся с моим мнением. На самом деле это немножко важная тема. Так или иначе, я не хочу усложнять это, поэтому постараюсь объяснить просто, насколько смогу. Почти все современные аналоговые и цифровые эквалайзеры сдвигают фазу при усилении и ослаблении определенного динамического диапазона. Сигнал задерживается на короткое время, и эта задержка зависит от частоты и от того, насколько мы поднимаем или опускаем определенный частотный диапазон. Также, чем шире Q, тем больше сдвигается фаза. В этом видео я буду говорить только об обрезном фильтре. Но по ошибке, когда я записывал видео, то все время говорил Q. Поэтому каждый раз, когда я говорю Q, имеется в виду крутизна спада обрезного фильтра. В английском это называется slope. Но так или иначе, оба параметра, Q или slope, влияют на фазу. Попробую упростить и продемонстрировать данный эффект. Каждый раз, когда мы делаем эквализацию, меняется частота, и сигнал сдвигается по времени. На слух это не всегда заметно, но в определенных случаях данный эффект может проявиться довольно-таки сильно. Давайте попробуем искусственно создать этот эффект. Вот так звучит бас гитара без фазовых искажений. Теперь я скопирую эту дорожку и сдвину копию на одну миллисекунду вправо. Теперь еще немного подвину и на первой дорожке выкручу панораму влево, а на второй вправо. Это, конечно, экстремальный пример, но отражает суть того, что происходит во время эквализации. Если вы делаете ранжировки, в которых кик и бас состоит из нескольких слоев, так называемый мульти-лейринг, то в этом случае вы сможете столкнуться и услышать эффект сдвига фазы. Также это будет заметно на барабанной установке, записанной с помощью нескольких микрофонов. Блин, как я ненавидим в свое время записывать барабаны. Каждый раз это были просто адские муки. Во многих плагинах есть два режима работы с фазой. Два режима фазы, работы с фазой, неважно. Короче, первый называется минимальная фаза и эмулирует поведение аналоговых эквалайзеров. И второй режим называется линейная фаза. Если вы хотите понять, в чем разница между этими двумя режимами, то я рекомендую посмотреть вот это видео на канале Владимира Трофимова. Три вещи, которые стоит учитывать при использовании обрезного фильтра низких частот. Первое. Это то, что данная операция делается на слух. На слух. Повторю еще раз. Делается на слух. Визуализация и различные графики являются вспомогательными инструментами, но они не заменяют уши. Еще раз повторю. Вспомогательными инструментами. Второе. Не перестарайтесь и не отрежьте фундаментальную чистоту кика и нижнюю ноту бас-инструмента. В данном примере фундаментальная чистота кика 50 Гц. И нижняя нота бас-гитары тоже 50 Гц. Что соответствует ноте соль первой октавы. Теперь давайте поговорим о главном герое этого видео. Кью. И вот в зависимости от ширины и от крутизны этого кью, он может быть добрым, а может быть довольно-таки злым. В предыдущем, сорок первом видео, в одном из примеров, я написал, что небольшое значение кью – это хорошо. А большое, более широкое – это плохо. Почему это так? Почему не взять и конкретно резануть, рубануть все, что ниже 60 Гц, если мы хотим, например, избавиться от гула? Для примера возьмем увесистый кик. Так, чтобы мало не показалось. А теперь обрежем все, что ниже 50 Гц с самым большим значением кью и поставим минимальную фазу. То, что я слышу, это то, что после панча, удара, появляется такое «ву», то есть «бум-ву-бум-ву». А сейчас возьмем тот же кик и поменяем режим фазы на линейный. Теперь удар и «ву» поменялись местами. Получилось «ву-бум-ву-бум». Вот этот «ву» в начале сигнала называется «преринген». Как это перевести? Предварительная… Какая-то предварительная херня. Давайте послушаем и сравним звучание двух режимов. В первом случае мы получаем «бум-ву-ву», а во втором «ву-ву-бум». Возможно, вы ничего не услышали, если слушали на спикере телефона или в маленьких наушниках. Поэтому давайте послушаем еще один пример. Я буду переключаться между минимальной и линейной фазой. Какой же из режимов выбрать? Тот, который на ваш слух звучит лучше. Какую ширину Q использовать? Чем меньше, чем уже, тем лучше. Я лично в большинстве случаев выбираю 12 или 18 дБ. Если это в каких-то других цифрах, то чем меньше крутизна среза, тем в большинстве случаев на слух это будет звучать более приятно. Но так или иначе, нет какого-то универсального совета, какую крутизну, какой Q нужно ставить. Вы на слух должны определить, подходит ли это для конкретного музыкального материала, для тех дорожек, для тех инструментов, над которыми вы работаете. Или, может, это на стадии мастеринга, и вы ставите обрезной фильтр. Поэкспериментируйте и сделайте собственные выводы. А больше всего я люблю эквалайзеры, в которых нельзя поменять Q. Вот эти для меня самые идеальные. И если действительно надо конкретно подрезать, то во многих случаях шерф фильтр делает работу гораздо лучше, чем хай-пасс фильтр. Не игнорируйте эти фильтры, они хорошие. Вернемся немножко назад, к фундаментальной ноте. Если слишком перестараться и подрезать, так, кастрировать фундаментальную ноту, то мы поменяем высоту звука, поменяем высоту звука, пич поменяем. И вместе с этим изменением изменится фундаментальная нота. Когда вы слышите супер фирмовые такие зажиристые аранжировки и миксы, то там во многих случаях фундаментальная нота кика соответствует басовому ключу. То есть бас-инструмент или инструменты и кик находятся в одной тональности. В этом видео все примеры с киком и басом были взяты из очень фирменного трека, который был сделан моим близким израильским другом по имени Леон Каслин. Давайте послушаем все вместе. Почти вся музыка, почти все бэкграунд треки, которые вы слышите у меня на канале, это Леон и его команда. Последняя вещь. Если вы делаете горячие громкие миксы, такие как пирожки, вытянутые сразу из плиты, то эквалайзеры, висящие на мастер-канале и большая крутизна Q может сделать ваш микс тише или появится какой-то непонятный треск. Смотрите, какая петрушка. Изначально сигнал почти касается нуля. Теперь включим обрезной фильтр. Казалось бы, все должно стать тише, но на самом деле мы перевалили за ноль, потому что изменилась фаза. Имейте это в виду. А также при лимитировании на мастер-канале ставьте финальную громкость в лимитере на минус один децибел. Прямо вот как по инструкции. Если этого не делать, то при конвертации в mp3 формат громкость трека может выйти за ноль на несколько децибел. Я не прикалываюсь. Мы уже проверяли не один раз. Иногда это выскакивает на 2 децибела, иногда на 3 и на 4. Все зависит от музыкального материала, компрессии, динамического диапазона микса. И потом при загрузке в стриминг платформы ваши миксы могут звучать тише, чем до конвертации и в сравнении с другими треками. Ладно, это отдельная тема. Как-нибудь дойдем и до этого. На сегодня все. Всем пока. note в том, что в салоне будет никаких губок ломок�. Продолжение следует...